Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Данил Данст. В этом видео я вам расскажу, как же сделать смайлики на ваших номерах, заменить ободочек и тому подобное, на что у вас хватит фантазии. Также хотелось бы сказать спасибо за данную идею Данилу Мюллеру, который мне рассказал то, что можно так сделать. Но перед началом данного видеоролика, ребят, хотелось бы вам сказать, войдите в мой никнейм регистрация Данил Данст, также указывайте ему промокод Решетка Данст. После отыгровки 7 часов он удаст вам 50 тысяч рублей, но мы начинаем. Для начала вам надо понять, где у вас находится корневая папка с игрой. После того, как вы зашли в лаунчер, нажали вот здесь будет шестеренка, вы посмотрели путь к игре. После чего в проводнике вы находите корневую папку с игрой, и в этой папке вы находите Custom SAA2. Вот у меня находится папка с игрой Games Redmirer Custom SAA2. После чего вы должны будете найти такой файл, он будет называться Vehicle. Чтобы его открыть, у вас должна быть установлена программа, ссылка на данную программу будет в описании. Если у вас её не будет, у вас, к сожалению, ничего не получится. После того, как вы нашли данный файл, вы его открываете. Видим, у вас открылось такое же окошко, как и у меня. После чего вы ищите номерной знак. Допустим, я буду заменять номера русские. Они у меня уже заменены. Как видите, у меня вот тут смайлик стоит, и вот тут я себе поменял как бы ободочек. Написано Данст и обезьянка. Вы этот ободочек можете сделать хоть зелёного, красного, неважно какого цвета, вы уже будете делать это под себя. Как же всё-таки это заменить? Вы нажимаете на кнопочку Export, PNG и экспортируете данный файл куда захотите. Допустим, я его экспортирую на рабочий стол. После того, как вы его экспортировали, вы нажимаете правой кнопкой мыши по этому файлу, открыть с помощью Adobe Photoshop. Если у вас не установлен Photoshop, то установите его. Если у вас он не установлен, то у вас, к сожалению, ничего не получится. Итак, ребятки, как видим, у нас открылся Photoshop с нашим номерным знаком. Чтобы его здесь заменить, вы можете сделать всё, что угодно. Тут вы за рамки никак не выйдете. Допустим, смотрите, вот, если хотите как-то там поднять номер, что-то сделать, у вас ничего не получится. Потому что тут уже есть как бы такая рамка, за которую вы никак не выйдете, и у вас ничего не забагается. Это очень хорошо. Допустим, я хочу тут нарисовать, например, что-то, ну, не знаю, на что у вас хватит фантазии, то и рисуйте. Допустим, я захочу тут нарисовать, не знаю, какой-нибудь смайлик. Вот, например, вот такой смайлик. Сейчас я нарисую, вот, я вот такой смайлик хочу. Он убогий, но смайлик. Теперь нам надо сохранить файл. После того, как вы его сохраните, сохраняйте туда же, где он и был, на рабочий стол. Очень важно в PNG формате, ребят. Очень важно, повторюсь, в PNG формате надо сохранять. Если оно не будет в PNG формате, то у вас ничего не получится. Нажимаем сохранить. Да, заменить, потому что на рабочем столе он был расположен уже, и вы его заменяете на такой же самый, чтобы никак не повредить название, потому что название очень важно, ребят, название не меняйте, потому что у вас ничего не получится, опять же. После того, как вы сохранили, вы заходите в ту же самую программу, из которой мы брали данный номер, находите его, допустим, русский, только не перепутайте с казахстанскими, там тут и белорусский, казахстанский, и украинский есть, именно к тому номеру делайте, потому что если вы замените неправильно, у вас ничего работать не будет. Вы находите этот же номер, который вы хотите заменить, допустим, русский на русский, вот он, как вы нарисовали, вот тут смайлик. Вы нажимаете правка, заменить, и после чего находите файл, который вы уже хотите непосредственно заменить. Вот он, окей, заменить. Вот, как видите, он у нас поменялся. Чтобы у вас это все сохранилось, вы нажимаете на крестик и сохранить. Все, дальше вы переходите в игру, и у вас уже все должно быть установлено. Давайте перейдем и проверим это. Итак, ребятки, у меня плохие новости, потому что произошли технические шоколадки. Нельзя вырезать вот эти вот циферки, я только что попробовал это сделать, и у меня как бы получилось, ну, не очень. Потому что я нашел этот файл, который отвечает за вот эти цифры. Я убрал у них вот этот вот белый фон, который у них есть. У каждой циферки есть свой белый фон. Как видите, вот у икса есть фон, там где мы смайлик рисовали. У единичек есть фон, и я его попробовал вырезать, и у меня, к сожалению, ничего не получилось. Там оно просто получается более темнее, но прозрачности как таковой нету просто. Понимаете, вот в чем проблема этих номеров. Давайте сейчас попробуем сделать просто на рамке. Я рамку заменю вот таким, тоже номером, просто белым. Но при этом я вставлю там смайлик. Интересно, получится у меня или нет. Сейчас мы опять перейдем в фотошоп. Опять находим веикул, заходим сюда, ищем номер, который отвечает просто за пустоту. Custom Police Non. Вот, видите, вот этот номер, который просто пустышка. Мы его, правка, экспортируем в PNG формате. На рабочий стол мы его экспортируем. После чего открываем в формате фотошопа. Как мы видим, он у нас открылся, он у нас тоже в PNG формате. У него, видите, как нету заднего фона. Давайте сейчас попробуем, знаете, что сделать? Мы откроем формат, мы откроем номера в формате рус, или нет, давайте попробуем кастомные номера, потому что у них нету этой черточки. Тоже откроем их с помощью фотошопа. Скопируем их отсюда, вот, и вставим сюда, просто, все. У нас должно это получиться, если у нас не получится, то да, я просто лошпи. Опять сохраняем данный файл, сохранить как, опять же, в PNG формате. PNG, G сохранить, все, мы его сохранили, окей. Также переходим в эту программу, веикул, экспорт, точнее не экспорт, правка, заменить, и заменяем его на тот, который мы уже сохранили на рабочий стол. Рабочий стол, и ищем его теперь, вот, non, все, окей. Заменить, все, файл, сохранить. Все, закрываем, переходим уже в непосредственно саму игру. Итак, ребятки, вот мы уже в игре, и сейчас повторюсь, так как у нас получились такие небольшие технические шоколадки, нам пришлось, как бы, перейти, перезайти в игру и заменить номер вот этот вот на другой, потому что у нас, как бы, оно багается, цифры нельзя вырезать. Так что давайте мы снимем номер, потому что мы заменили модельку, на которую без номера. Вот мы его снимаем, и вот, как мы видим, у нас номера работают, вот, как бы, два смайлика и лох. В общем, ребятки, если я вам помог, вы также можете сделать, вот так поставить смайлики, и, ну, это, к сожалению, ведь будет только вы, игроки это видеть не будут, но, в принципе, это уже выглядит неплохо. Если вы хотите скрин какой-то красивый сделать или тому подобное, мне кажется, это в самый раз для вас. На вам, ребятки, спасибо большое за то, что досмотрели данный видеоролик до конца. Если вам, пожалуйста, пишите любые комментарии, поставьте лайк. Всем удачи, ребята, и пока-пока, до новых встреч. Умные мысли, они часто меня преследуют, но я быстрее.